Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. С вами Айгеймили и очередной Мукбанг. Если вы до сих пор не подписаны на мой канал, постоянно смотрите мой контент, то обязательно подписывайтесь. Каждая подписка для меня много значит и мотивирует меня снимать все больше и больше контента для вас. Итак, что у нас на сегодня? У нас необычный омлет, который я приготовила в духовке с молоком. Он достаточно сильно поднялся и было действительно очень красиво, но пока я все это раскладывала, к сожалению, он обратно осел. Но я надеюсь, что стал не менее вкусным. Здесь у нас очень спелый классный авокадо, половинку я здесь разрезала, будем с вами кушать. Дальше здесь греники у нас, но с начинкой. Тоже должно получиться хорошо, их уже готовила мама. И вот такие вот оладьи, это уже мое производство. Либо приготовила много, просто здесь уже не уместила. Либо надо было камеру ставить далеко и брать другую какую-то дощечку, либо поставить не так много. Сгущёнка и приятного вам аппетита, если вы тоже кушаете вместе со мной. Давайте начнём, пожалуй, с омлета. Если вы слышите посторонний шум, я извиняюсь, я не знаю, что на них нашло сегодня. Обычно они начинают петь где-то в шесть. В последнее время даже поют не настолько громко, но что-то сегодня, как только я разложила, там началась мейхана. Я бы их поняла, если бы у них в такое время были посетители, люди пришли на завтрак и требовали музыку. Но там пусто. Абсолютно никого. Просто включают музыку и занимаются своими делами. Тем самым мешают нам с вами снимать мукбанки. Как мы круто провели вчера время. Встретились с Амирой, с Нарминой. Я их познакомила, потому что они до этого знакомы не были. Какой воздушный амлет. Просто супер. Короче, сходили на буллинг. Я почему-то... Почему-то у меня в голове засела информация о том, что на буллинг обязательно нужно идти большой какой-то компанией. Когда мне, например, подружка предлагала, давай сходим на буллинг, я всегда думала, подборем. Это же неинтересно. Она мне говорила, почему люди спокойно идут на буллинг и вдвоем, и парень, и девушка, и так далее. И в общем, в этот раз мы решили пойти втроем на буллинг. То есть я ходила последний раз на буллинг. На втором, наверное, курсе универа. То есть достаточно давно. И мы ходили именно большой компанией. Было действительно очень весело и классно. И вот с тех пор ни разу я не была на буллинге. А очень жалко. Я это поняла вчера, когда мы были. Было очень интересно. Я выиграла, несмотря на все эти аспекты. Вообще, оглянувшись по сторонам, видела другие дорожки. Там даже парень с девушкой вдвоем пришли на буллинг. Конечно, были и компании. И, понятное дело, наверное, компаниями веселее все-таки. Но спокойно приходили две подружки. И после нас были парочки. Два таких иностранца с девушками. Как я поняла, девушки-азербайджанки. А молодые люди-приезжие арабы-туристы. Между ними прям чувствовалось, что это неловко. И с такой ощущением было, что это первое свидание. Короче, я вам сняла очень интересный влог. Обязательно его посмотрите. Наверное, он выйдет завтра. Но я вообще столько материала отснятого, который нужно смонтировать. И нужно это сделать с последовательностью. Обычно я никогда никакую последовательность не соблюдаю. Кидаю просто то видео, которое мне нравится. Но это не совсем правильно. Потому что, например, сначала должно выйти видео вводя распаковка шейн. А потом из этих вещей я выбираю, что я подарю, например, подружкам. То есть без последовательности получается какая-то каша. Поэтому видео будут выходить обязательно. Контент у меня есть. Просто я потихоньку буду его монтировать. И потихоньку буду вам выкладывать. Честно, мне очень понравилось времяпровождение. Давно я так круто не веселилась. Правильно мне пишут в комментариях, что меньше надо дома сидеть, больше времени проводить в разных местах, заодно снимать и контент. Тем более у меня работа такая. То есть я куда-то иду, снимаю для вас контент. И вам интересно, я как бы интересно время провожу. А то вам, наверное, уже надоело смотреть мои домашние влоги, как я перебираю свой комод. Просто ни о чем. Сегодня мы с Амирочкой едем подавать документы на шенген. Я не знаю, добрят нам его или нет, но я очень хочу посетить Европу. Жалко, что мы с ней не познакомились чуть раньше весной. Летом мы поехали куда-то. А то я сидела все лето визуализировала. Господи, пошли мне подругу, с которой я буду путешествовать. Вот реально мне не с кем было путешествовать. Либо кому-то это неинтересно, либо кого-то не отпускают, либо какие-то финансовые моменты не устраивают. Короче, не было человека, с кем я бы могла поехать. И я заметила, вот когда я визуализирую, что ты действительно очень сильно чего-то хочу, постоянно об этом думаю. Это у меня с точностью прям 99% исполняется. то есть Бог как будто мне послал Самиру и сказал «На! Ты так хотела, на!» Там в комментариях одна написала девушкам. Честно, такие комментарии меня немножко задевают, и эта девушка я заблокировала. Если мне напишут в комментариях, что ты тварь, меня это не обижает. А когда мне пишут такое, меня это задевает. Что она написала? Ой, подружки тоже нашлись. Просто им выгодно выгодно дружить. Два блогера в Азербайджане с большой аудиторией одной сферы. Понятное дело, что вам выгодно просто общаться. Нашлись тоже подружки. Так написала «Лисички». Меня это задело. Потому что я абсолютно не тот человек, который будет дружить для какой-то выгоды. Никогда в жизни. Вы думаете, до этого я бы не могла подружиться с каким-то местным блогером? Даже ладно, подружиться. В этом плане я немножко закомплексована. То есть я бы сама ни одному блогеру бы не написала. но часто бывает такое, что мне пишут, предлагают там снять коллаборацию, совместный мукбанк или еще что-то интересное. Вот. Но я, как правило, никогда... Не то, что я отказываю, я просто не отвечаю на такие сообщения. Дружить ради выгоды конкретно я бы никогда бы не смогла. Я много вам говорю про визуализацию. Но эта тема на самом деле мне очень близка. Она помогает мне жить, помогает мне исполнять все мои желания. Тема визуализации также помогает и в личностных отношениях. То есть это касается не только финансов. То есть если вы хотите привлечь в свою жизнь какого-то человека, неважно, это ваш бывший муж или это новая какая-то подружка, новые знакомства. Если правильно все делать, ваше желание обязательно осуществляется. Просто самое главное в этом ни на долю секунды не допускать в своей голове мысль о том, что это может не случиться. То есть как только вы в своей голове допускаете эту мысль, вы останавливаете просто этот механизм. если вы пробовали визуализацию и у вас что-то не получалось, прокрутите весь период у себя в голове. Были ли моменты, когда вы сомневались в том, что у вас это получится? Ну, конечно, понятное дело, нельзя ставить какие-то супер недостижимые цели. я всегда на все ставлю что-то такое, чтобы идей реально достичь. Просто, например, очень сложно. Вообще, я считаю, что найти подружку, друга уже после 23-25 как-то сложновато. Почему, могу объяснить. Когда мы в школе, когда мы в универе, мы находимся в социуме. И среди, например, 30 человек мы можем выбрать человека, который подходит чисто нам. Папа мне написал? Отцу надо отвечать. Мукбанг потом. Папа мне отправляет видео. Доброе утро. Я никогда не игнорирую. Я всегда папе отвечаю. Сердечки. Спасибо, папуля. Классное видео. Давай, ешо. Извиняюсь, рекламная пауза была небольшая. Совсем забыла. так вот. Абсолютно любое ваше желание. Если вы будете правильно визуализировать, вкладывать какие-то силы в это, мы понятное дело, лежа на диване, ты просто хочешь миллион долларов. Это не работает. но когда у тебя есть какая-то, например, достижимая планка, ты вкладываешь в это силы, ты веришь в это в обязательном порядке и параллельно еще визуализируешь, 100% у тебя это получится. Вот вы сами свидетели. Буквально 4 месяца назад я очень хотела найти подружку, с которой я бы могла бы путешествовать, подружку, которая мне была бы как родная душа, так скажем. И действительно с Амирой так все оно и происходит. Так что в обязательном порядке не переставайте мечтать. В вашей жизни есть люди, которые обесценивают ваши мечты. постоянно говорят, ой да ладно, не получится. Просто исключайте этих людей в своей жизни. Я не могу исключить, может, моя мама. Любая моя идея мама начинает критиковать. мне кажется самый жесткий хейтер у меня дома. Но я стараюсь не слушать. У меня своя кукуха на голове. И слава богу все складывается так, как нравится мне. Сейчас надо визуализировать, чтобы мне одобрили визу, и мы поехали в Европу. Не думала, что мое путешествие начнется с Европы. Я почему-то думала, что я поеду либо в Турцию, либо в Грузию, начну с чего-то такого простенького. Но Самира хочет именно в Европу, поэтому едем туда. когда я, например, визуализирую, и у меня что-то не получается, такое тоже, кстати, бывает, я это связываю с тем, что, наверное, не настолько сильно я это хотела. И потом понимаю, что действительно, я постоянно прокручивала себя в голове, а действительно ли мне это надо, а хочу ли я это по-настоящему. И, как оказывалось, на самом деле мне это не нужно. Я просто навязала себе мысли о том, что мне это необходимо. Поэтому визуализация работает только на те желания, которые искренне мы хотим. На этом, пожалуй, все. Я позавтракала. Было действительно очень вкусно. Не забывайте ставить лайки и подписываться. Всех люблю. С вами была Айка. Пока.